В том, что слова бедствия, происшествия и опасности, прочие неприятные для Кирова актуальны, сегодня смогли убедиться десятки кировчан в пятом часу вечера. Из дома номер 125 на Октябрьском проспекте началась массовая эвакуация людей. На месте работали кинологи с собаками, полицейские и спасатели. А вот о том, насколько часто именно спасателям приходится принимать участие в таких массовых ЧП, расскажет наш гость. У нас в студии заместитель начальника главного управления МЧС России по Кировской области Андрей Архангельский. Добрый вечер, Андрей. Спасибо, что пришли. Расскажите, как вы участвовали в этом происшествии, участвовали вообще? Добрый вечер. Безусловно, в таких и подобных ситуациях мы всегда реагируем, мы это обязаны реагировать. В состав главного управления входит подразделение Федеральная противопожарная служба. Одной из задач которых является это участие в реагировании на подобные звонки. Так как у нас есть пожарные, у нас есть спасатели. И, конечно, если действительно, скажем так, нехорошие люди имеют какие-то определенные, значит, свои злые мысли, если можно так выразиться, да, вот, и преследуют определенные негативные цели и могут произвести, значит, чрезвычайно какой-то террористический акт или что-то подобное, соответственно, конечно, мы будем тоже участвовать вместе с другими экстренными противопожарными службами в ликвидации его последствий. Это часто происходит? К сожалению, в последнее время по Российской Федерации звонки подобного рода участились. Здесь, ну, это и посредством массовой информации везде проходит. Да, к сожалению, есть такой вот телефонный терроризм, он присутствует. Но по всей России, да, прошли такие волны? Да, конечно. Такая волна? Да, да, да. А расскажите, в Кировской области, вот, какие чрезвычайные ситуации вы можете вспомнить? Ну, за последние годы, вот, начиная с 2010 года, когда по всей территории Российской Федерации и в том числе на территории Кировской области сложилась очень сложная обстановка с лесными и торфяными пожарами, тогда вводился режим чрезвычайной ситуации на территории всей Российской Федерации, указан президентом Российской Федерации. Если вспомнить, 2014 год, он у нас начался в феврале месяце, это крупная железнодорожная авария в Поздино. На Авиатском районе? Да, да, да. В этом же году тоже достаточно чрезвычайная ситуация, которая, ну, не совсем, скажем так, характерна для Кировской области, она имела место быть, это падение легкомоторного самолета, когда погибло 4 человека. Если мы возьмем 2016 год, он у нас начался аномально высоким поводком. Ну, то есть каждый год что-то у нас происходит чрезвычайное. Да, 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 безусловно, да. Поэтому говорить, что и 2017 год, ну, если брать, конечно, по сравнению с 2016 годом, поспокойнее, безусловно, но тем не менее, опять же, чрезвычайная ситуация тоже достаточно характерна для Кировской области, мы зоны рискового земледелия, соответственно, казалось бы, какое оно отношение имеет к МЧС, но тем не менее, эта чрезвычайная ситуация связана с гибелью в сельском хозяйстве, зимных и ировых культур, и, соответственно, это тоже является бедствием, и, соответственно, тоже рассматриваемся в этом рамках того, что сегодня отмечается день уменьшения опасностей и бедствий. Ну, хочу отметить, что не все люди знают, как правильно реагировать при чрезвычайных ситуациях, и мы сегодня спросили людей, как они могут ориентироваться в той или иной ситуации. Давайте посмотрим. Давайте. Нет какие-то проблемы? Как спасаться? Мы ведь всегда на стрёме, если мы живём, например, в своём доме. В детстве пожар в деревне был, значит, там дом горел дотла, а что-то было, о, 80 лет тому назад так. Случай пожара, ну, первое, это нужно документы с собой и всех людей из помещения вывезти. Пожар был, в котором я принимал участие, тушил, было один раз. Смогла сгореть вся деревня, там только на автоматике, нас двое было, а не один-то был. Двоем тушили, было, да. Ну, вот как вам последний вариант, что это садится ближе к выходу? Вы знаете, ну, в общем, в целом мы правильно говорили, что паниковать не надо. Ведь беду всегда легче преодолеть, если ты к ней готов. Поэтому и этот год, 2017-й объявлен в Российской Федерации годом гражданской обороны, 85 лет гражданской обороны, отмечается, вот, отметили 4 октября. Это и месячная гражданская оборона, о чём вы сказали, тоже, он преследует вот эту цель, ну, и весь год тоже. Для того, чтобы людям объяснить, именно подсказать, рассказать, да, какие опасности могут существовать. Ну, для Кировской области, например, характерно 32 риска, более типовых. 32? 32, и по ним разработано 47 сценариев. То есть это начиная, как я говорил, от падения легкомоторных самолётов, аварии на железной дороге, на автомобильном транспорте, заканчивая пожарами, эпидемиями, наводнями и так далее. То есть Кировская область, она, в общем-то, подвижена. В риске большом находится. Да, 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 спектр широкий. Вот, соответственно, когда человек готов к действиям в чрезвычайных ситуациях, он, ну, что значит, предупреждён, значит, вооружён, правильно же? То есть если он человек понимает, если он знает, как действовать в ситуации, соответственно, у него больше шансов выйти с честью из трудной, в том числе и жизненной ситуации. Это первое. Второе. Подготовленный человек, морально и физически, и психически, он, как вот сказала ребёнок, не паникует, правильно? Вот. И, соответственно, он совершает меньше ошибок, и у него больше шансов выжить, больше шансов не пострадать, больше шансов сохранить здоровье своё, окружающих, близких и так далее. Ну, а остальные действия, про которые говорили, там, документы собрать, вещи, да, подготовиться к эвакуации и так далее, это уже, понимаете, это уже, наверное, вот плодотворные плоды, да, определённые той информацией, которая доводится до населения в городе Кирове, в Кировской области, что люди даже что-то знают. Ну, то есть нужно собрать документы, да, не бежать сразу, сломя голову, ну, в зависимости от ситуации. Безусловно, да, всегда надо, ну, в том числе, понимаете, информация доводится различным способом, да, вот основное мы сейчас рассматриваем, как основные способы все получения информации, тот же интернет, средства массовой информации, в первую очередь, электронные, в том числе, вот и телевидение, соответственно, и ответственность и экстренных служб, и ответственность средств массовой информации, она здесь совместная, Мы должны довести, мы должны научить, мы должны подсказать людям, мы должны повестить их о том, что происходит, как действовать в данной ситуации. Соответственно, разработаны определенные алгоритмы действий. В том числе, мы смотрели сюжет по ЕДД с города Кирова. На ЕДД с города Кирова такие алгоритмы есть, соответственно, и персонал обучен. То есть это какой-то определенный алгоритм действий? Да, безусловно. Безусловно, да, по каждой ситуации, да, он свой, это зависит от того, что происходит, какая конкретно ситуация складывается. Они достаточно простые для того, чтобы каждый человек мог выполнить их, запомнить и выполнить. Ну и, соответственно, существуют определенные сигналы, в первую очередь это сигнал «Внимание всем», сейчас он называется «Предварительный», то есть сигнал, который позволяет обратить внимание людей. Это вот, если мы, находясь в городе, прошу прощения, находясь в городе Кирове, периодически вот попадаем под ситуацию, когда начинает выйти сирена, да, а потом диктор говорит, что проводится проверка штаба гражданской обороны, проводится проверка системы оповещения. Вот это один из элементов, вот именно доведения информации до людей, именно для того, чтобы они правильно, грамотно реагировали. Потом проводится, дается речевая информация, что необходимо делать. И, ну вот, более, скажем так, продвинутых, что называется, методов, это смс-сообщения, но периодически, к сожалению... Они не доходят еще периодически. Да, но это как бы уже не от нас зависит, мы работаем с операторами сотовой связи, я имею в виду «Мы», это МЧС России, то есть достаточно длинный путь, мы заявку подаем, отправляем ее в Москву, эту заявку, оттуда уже, соответственно, происходит смс-оповещение. Поэтому мы уж как бы заранее извиняемся, да, если некоторые люди получают смс-сообщение немножко с запозданием. Это не зависит от главного управления, это операторы сотовой связи, они работают. Спасибо, Андрей, что пришли, у нас, к сожалению, время ограничено. Всего доброго, до свидания. До свидания.